На братских могилах не ставят крестов. Сегодня в Чебоксарах возложили цветы к мемориалу воинам, которые умерли в госпиталях республики. Военные сороковые в Чувашии действовали 15 вакогоспиталей. Через них прошло более 70 тысяч раненых. На кладбище по улице Богдана Хмельницкого похоронены 80 бойцов, которых вылечить не удалось. Каждый год, 8 мая, сюда приходят те, кто живет и благодаря ним тоже. В 41 году Виктору Майорову было пять. А помните День Победы? Вот помню. Погода была утром дождик, потом снег, а потом вот такая погода. Лечил самолет и сбросил нам листовки. Поздравили нас с Победой. Какие эмоции были? Эмоции какие были? Да я под крыльцом залез и плакал. С Зоей Черновой в начале войны исполнилось семь. Она помнит, как приходилось есть гнилую картошку и как отец, хоть и раненый, но вернулся домой. Радости сколько было День Победы? Господи. Плакали на радости. Самое главное, что у нас. Слезы на первом месте. Сейчас сижу и уже плачу. Все жалко. Для второклассников 22-й Чебоксарской школы их родные ветераны – это бабушки и дедушки уже с несколькими приставками «Пра». Они не застали их живыми, но знают, почему пришли сюда. У меня участвовал в войне прадедушка Петра Капитанович. Ветераны, дети войны, представители правительства и администрации, школьники. Если вы каждый год приносите к мемориалу цветы, обратите внимание и на одинокую могилу справа. В ней похоронен наш земляк Юрий Калпинский. Он воевал в морской пехоте в Заполярье и погиб в марте 43-го. Он в своем последнем бою в составе разведотряда капитана Юневича совершил подвиг. Он трижды вызвал по приказу командира, вызвал огонь на себя. Наши дальнебойные орудия нанесли удар по скоплению врагов вокруг нашего разведотряда. Как поется в известной песне, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Бойцы, которые остались здесь, на кладбище по улице Богдана Хмельницкого. Герои для каждой чебоксарской семьи. Ольга Пырочкина, Юрий Марков, Республика.